Тебе Лизан парень до сих пор нравится? Нет, он меня никогда не нравится. Валерчик, не нравился? Нет. А чего ж ты хотела, чтобы он с тобой был? Не хотела. А чего ж говорила? Потому что просто, ну я не знаю, но у него никогда не нравился. Ты ж говорила, что он твой парень. Нет. А ты его парница. Нет. Не говорила такого? Я говорила, что Лиза его парница. А ты? Никто. Я никто ему. То есть ты замуж за него не пойдешь? Нет, конечно. Не твой вкус? Нет. А Лизе он нравится? Нет. Не нравится? Нет. Когда ты вырастешь, кем ты будешь? Не знаю, художником. Художником хочешь быть? Ну, я не хочу быть учителем по танцам. Я просто хочу в соревнованиях участвовать и все. И художником. Так. А где ты учиться будешь? Ну, в Украине. Сколько война еще продлится, Алисочка? Я откуда-то знаю, у нас сегодня, уже сейчас закончилась. Ну, ты что, не знаешь? Нет. Сейчас посмотрю и узнаю. Ну, посмотри. Сейчас. У меня специально такая штучка есть в кармане. Да ладно. Война закончится через три дня. Ой, Алиса. Если война закончится, действительно, через три дня ты станешь великой ясновидящей. А если не закончится, мы расстроимся. Ну, она может сейчас закончится. Я не знаю, так предполагаю. Чем твоя мама занимается? Ты знаешь? И через год. Алисочка. Это невозможно. Чем твоя мама занимается? Она берет интервью или кто-то берет маму интервью, она журналист. Да. А папа чем занимается? Тоже, так же. Так что, у тебя в семье все журналисты? Нет, не все. Ну, а кто еще чем занимается? Расскажи. Дедуля Коля был учителем физкультуры. Один раз, он в той же школе учил физкультуру, когда мама училась. Так. Где мама училась. Так. Вот один раз, ей надо было куда-то на репетиции идти, а он мне ключи бросил. Так. Но он все равно не попал. Так. Какая ты злопамятная. А ты мне мама рассказывала? Так. А еще и бабуля тоже. Тоже учитель физкультуры? Нет, бабуля это мне тоже рассказывала. Так. А еще дедушка Илюша, он типа, он не строитель, он рисовал дома, чертежи. Так. Он делал чертежи. А бабуля типа, она не повар, но она может готовить, она просто знает, как питаться правильно. А скажи мне, бабуля вкусно готовит? Да. А что ты любишь кушать? Пиццу, карбонару, мороженое. Какое ты мороженое любишь? Магнум. Еще хрящатик. У меня много вкусов. Еще мороженое лед. У меня много вкусов. Мороженое карбонару. Нет такого? Нет. Алисочка, что ты ручки выкручиваешь? Я всегда так делаю. То ты провода покрутила, то ручки выкручиваешь. Ручки живут своей жизнью, да? Какая у тебя игра любимая? Монополия. Ты выигрываешь монополию? Ты талантливый. Ну, у меня куча. Монополия и добыл, и уно. У меня куча. А как вот стать таким талантливым в игре в шахматы, как ты? Как тот известный, который самый. Ну, просто сначала учиться, потом участвовать в соревнованиях, просто выставлять свои видео, как бы по шахматам, играть на весь мир. Еще долго заниматься. Например, лет 20. Нет, лет 5. Давай кто кого пересмотрит. Не моргая. Подожди, давай. Три, два, один. Ты молодец какая. Алиса, ну ты молодец. Так ты звезда просто. Я еще никогда во время интервью не играл в такую игру. Дорогой. Я проиграл в игру эту. Алиска, как тебе кажется, ты умная девочка? Да. А в чем это заключается? Ну, я не знаю. В кого ты умная такая? В тебя, в маму. И в себя. Ну, наверное, в себя больше, да? Нет. Нет? Я в никого умная. Ну что, танцевать будем? Ты о чем? Я о чем? Ты нам станцуешь? Ладно. Да? Ты о чем? Ладно, папа. У меня для тебя не вопросы, а вопросы и, типа, такие игры, как переморгать. Давай. Так. Мой первый вопрос. Ты можешь, типа, выигрывать, как игры, например, как камень, ножницы, бумага, как хороший, плохой. Это удается на удачу. А это будут игры не на удачу. Просто. Ну, расскажи. Итак, моя первая игра. Правила просты. Я ее сама придумала. Надо держать ногу на весу. Да. Кто первый ее на пол поставит, тот и проиграл. Поехали. Три, два, один. Поехали. Это же очень легко. Конечно. Это сначала у нас легкий уровень. Пока мы держим, я буду задавать вопросы. Давай. Так. С кем тебе больше всего понравилось брать интервью? Честно? Да. С тобой? А с мамой? Тоже, но с тобой больше всех. Дальше. Чем ты больше любишь заниматься? Брать интервью. А что тебе больше нравится? Например, играть в такие игры, брать интервью или играть в шахматы. Ну, если брать интервью у тебя, то брать интервью. Если играть в шахматы с тобой, то играть в шахматы. Смотри, папа, я вам скажу, а нет, я пошатила. А ты же не можешь опустить, у тебя нога не дойдет до пола. Спорим? Что? Ну, ставь ногу на пол, дойдет нога до пола. Да, вот. А ну, покажи. Не, вот той ногой, покажи. Так я же тогда проиграл. Ну, конечно. А я специально. Просто ее тогда поставлю на пол, да будешь считаться. Ну, хорошее интервью сегодня видишь. Ладно. Дальше. Дальше. Чем ты увлекаешься? Чем я увлекаюсь? Видишь, какие игры играю интеллектуальные. А кем ты хочешь, если бы у тебя была вторая профессия? Кем ты был? Кем бы я был? Алисочка, даже не знаю. Шахматистом, наверное, чтобы тебя выиграть наконец. Нет, я у тебя выиграла вчера за 4 секунды. Да вообще. За 4 хода, нет. Мой первый ход – это пешка и другой ферзем. Потом ты защищился. Потом слоном. Но Санта считает, что это она выиграла. Неправда. Папа, просто я только хотела поставить мат, она сразу мне. То есть она не права? Да. А ей кажется, что она права? Вот именно. Мне всегда так кажется. То есть на самом деле это не так? Вот именно. Баба, это не так. Не так? Я тоже говорю, что выиграла ты. Да. А она говорит, что выиграла она. Но она не выиграла. Это же я играла. Я знаю такой мат. Ну и что, что она меня еще давно научила? Вот мне кажется тоже, что выиграла ты. Я прав? Ну, я только хотела к ферзю руку, а она сразу. Но я сама хотела сразу поставить мат. Просто ты не заметила. Вот я считаю, что выиграла ты. Правильно? Да. Почему же она считает, что выиграла она? Не знаю. Вот именно. Она не права, мне кажется, да? Ты думаешь ногу опускать? Нет. Так мы будем долго еще так? Конечно. А ты с Лианой играешь в игры? Нет. Почему? Ну, потому что... Смотри, я опускаю ногу. Все? Нет, я не опустила. Эй, так нельзя. Ты проиграла. Ты не обрисовала, что так нельзя. Да, она нельзя. Надо на весу. На весу так и скажи. Хорошо. Ты сказала, нельзя опускать ногу. Я же не опускаю. Нельзя. И так нельзя. Ладно. Надо ее на весу держать. Я же сказала. Говорила, что правило только на весу, а вторая игра будет, кто перепикнет. Пере что? Кто переделает. Что? Ногу. Вот ставим ноги. Да. И у кого колено согнется, тот проиграл. Ну, давай. Это второй раунд. Давай начинать второй раунд. Нет. Мы же еще можем часами сидеть. Давай второй раунд. Ладно, пока мы будем... Давай. Кого нога согнется? Давай. У тебя она уже согнута. Так нет, мы же еще не начинали. Давай. О. Три. Четыре. Один. Пуск. Не забывай. Алисочка. Где она уже согнула? Нет. Ты знаешь, за что я тебе благодарен? За что? Что у нас сегодня такое необычное интервью. У меня таких не было. Нет. Ну что, Алисуня, будешь отодвигаться? Нет. Смотри. Куда ты поехала, а? Подвинь меня назад. Ладно, я тебя отодвину. Эээ. Так. Дальше. Мой третий вопрос. Это связано? Ты загнул ногу, ты проиграл. Ой, я поставил ногу. Все, я проиграл. Так первый раунд ты тоже проиграл? Первый раунд тоже проиграл. Все, могу. Куда, куда. Ну хорошо. Алиска, ну что, я тебе благодарен за интервью. Хочу тебе сказать спасибо. Мы что, уже закончили? Ну, мы можем еще часами с тобой беседовать. Или ты хочешь что-то спросить? Да, я хочу. Давай. Ты умеешь? Вот. Стой. Стать на стуле? Нет. А ну, привязан тут? Да. Ну вот так, ты умеешь, смотри. Вот так. Легкотня. Давай. Ой, и сейчас. Так это ж легкотня. Ты смотри, молодец какая. Ты тебя Санта научила, наверное? Ого. Ну ты молодец. Падай. А давай кто больше? Кто больше так просто? Да. Давай. Три, два. Поехали. Один. Ну? Нет. Я не сдаюсь. Я не сдаюсь. Нет. Сдавайся. Нет. Ну тогда я сдамся. Молодец. Ладно, мои вопросы. Давай. Это был третий раунд, я думаю, что последний, но я еще могу придумать. Вот. Потом будут еще игры. Ну а сейчас вопросы? Давай. Так. Какой это твой любимый цвет? Красный. Это синий, зеленый, фиолетовый. Ну мой красный любимый. Ну из этих вариантов. Синий, зеленый или фиолетовый? Фиолетовый. Ладно, дальше. Чем ты любишь увлекаться? Типа, что ты больше любишь? Собирать грибы? Или сажать растения? Ни то, ни другое. А если добавить? Писать интервью. Писать интервью. Знаешь, что я больше всего люблю? Я люблю тебя кусать. Я тебя укусил. Думаю, что я тебя укусил. Я тебя позавчера укусил? Да или нет? Нет. Ну как нет? Я тебя в эту щеку укусил. Я тебя сегодня укушу в эту щеку. Давай кто больше? Может вот так. Как? Три, два, один. Поехали. Ты специально, мама? Алиска? Типа, не голодать соленую. Это так возможно. Ладно. Вопросы. Почему Россия напала на Украину? Это мы знаем ответ на этот вопрос. Хорошо. Я забыла листик приготовить? Но я могу рассчитать свои руки. Так? Мой вопрос готов. И это будет... Где-то вот тут я уже вижу, где-то вот тут. Она видна, статую на улице. Молодец, правильно. Вон там статую. Ты не представляешь. Я даже помню, как ее открыли. Знаешь, в каком году? В каком? Ее открыли 8 мая 1982 года. Приехал Леонид Ильич Брежнев ее открывать. Представляешь, что я знаю? А сколько тебе лет было? В 1982 году. Мне было тогда в это время 14 лет. Что? Да. Что ты такой маленький был? У тебя сейчас 55. Думаю, что 56. А, точно. У тебя 55 или 56? 56. А хочешь задать у меня любые вопросы? Когда у кого-то день рождения или сколько ему лет? Я отвечу. Дедушке Коле, когда день рождения? 1 апреля это очень. А сколько ему лет? Ой, я тебя вижу в камеру. Вон. Сколько ему лет? Это же легко. Ему 87. А ты в камере красивая там? Нормальная. Ты тоже тебя видишь? Нет, я на тебя смотрю, себя вижу. А глянись, там я. Привет, папа. Привет. Эй, не успела? Привет. Дальше. Вопрос. Что выше? Машина или человек, который... Что выше? Автобус или человек, который 2 метра? Автобус. Ответ. Они одинаковые. Почему? Потому что если человек 2 метра, автобус специально был такой, как он. Алиска, вопросы понятны, ответы понятны. У меня теперь к тебе просьба. И? Напоследок. Мы уже заканчиваем. Что? Нет? Да. А я тебе объясню, почему заканчиваем. Мы пойдем кушать. Вместе? Да. Причем в хорошем месте. И я тебе сейчас в конце передаю свою просьбу. Станцуй, пожалуйста. Сможешь? Я тебе обрежу. Это маленькая просьбу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok